Виктор Франкл. Жил с 26 марта по 2 сентября 1997 года. Виктор Эмиль Франкл – австрийский психиатр, психолог и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Известен как создатель логотерапии, метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии. Если бы все люди были идеальны, то каждого человека всегда можно было бы заменить любым другим. У каждого времени свои неврозы, и каждому времени требуется своя психотерапия. Когда мы больше не в состоянии изменить ситуацию, мы вынуждены изменить самих себя. Любовь – это высочайшая и предельная цель, к которой только может стремиться человек. Спасение человека заключено в любви и достигается через любовь. Счастье подобно бабочке. Чем больше ловишь его, тем больше оно ускользает. Но если вы перенесете свое внимание на другие вещи, оно придет и тихонько сядет вам на плечо. В нашу жизнь приходит радость, когда у нас есть чем заняться, есть кого любить и есть на что надеяться. Ценностям мы не можем научиться, ценности мы должны пережить. Между стимулом и нашей реакцией на него всегда есть время. За это время мы выбираем, как реагировать. И именно здесь лежит наша свобода. Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни. Единственное, что ты не можешь отнять у меня, это то, как я решил ответить на то, что ты делаешь со мной. Последняя из свобод состоит в том, чтобы выбирать собственное отношение в любых обстоятельствах. Нет такой ситуации, в которой нам не была бы предоставлена жизнью возможность найти смысл, и нет такого человека, для которого жизнь не держала бы на готове какое-нибудь дело. Возможность осуществить смысл всегда уникальна, и человек, который может ее реализовать, всегда неповторим. Все больше людей сегодня обладают средствами для жизни, но не имеют смысла жизни. У человека можно отнять все кроме одного, последней свободы человека, выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам, выбирать собственный путь. Успеха, как и счастье, нельзя добиваться. Он приходит потом, только как незапланированный результат преданности делу, более значительному, чем ты сам. Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю. Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, он должен подняться в воздух. Так же и мы, если не поднимемся над собой, никто и не догадается, что мы сможем полететь. Нормальная личность удовлетворяется миром с частичной безопасностью, в то время как невротик ищет абсолютной безопасности. У каждого есть свое особое призвание. Каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима. И поэтому задача каждого человека настолько же уникальна, насколько уникальна его возможность выполнить эту задачу. Человек стремится обрести смысл и ощущает фрустрацию или вакуум, если это стремление остается нереализованным. Свобода, если ее реализация не сопряжена с ответственностью, угрожает выродиться в простой произвол. Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды, будучи не в состоянии изменить ситуацию, именно там мы призваны, ощущаем необходимость измениться самим. Если в жизни вообще есть смысл, то должен быть смысл и в страдании. Страдание – неотделимая часть жизни, как судьба и смерть. Без страдания и смерти человеческая жизнь не может быть полной. Невозможно определить смысл жизни в общем, он различается от человека к человеку и от момента к моменту. Мы изучили человека так, как его, вероятно, не изучило ни одно предшествующее поколение. Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает, кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры. Но это и существо, которое шло в эти камеры, гордо выпрямившись, с молитвой на устах. Только любовь есть то конечное и высшее, что оправдывает наше здешнее существование, что может нас возвышать и укреплять. На свете есть две расы людей, только две. Люди порядочные и люди непорядочные. Обе эти расы распространены повсюду, и ни одна человеческая группа не состоит исключительно из порядочных или исключительно из непорядочных. В этом смысле ни одна группа не обладает расовой чистотой. То один, то другой достойный человек попадался даже среди лагерных охранников. Для того, кто знает, какая связь существует между душевным состоянием человека и иммунитетом организма, достаточно ясно, какие фатальные последствия может иметь утрата воли к жизни и надежды. Мой товарищ умер в конечном счете от того, что жестокое разочарование ослабило его защитные силы, и он не смог больше противостоять инфекции, которая и до того была очень распространена. Иссякла его вера в будущее и устремленность к нему, и организм сдался болезни. Так трагически исполнилось пророчество, для него война кончилась. Наибольшие шансы выжить по наблюдениям Франкла имели не те, кто отличался наиболее крепким здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради которого жить. Чувствительные люди с юных лет, привыкшие к преобладанию духовных интересов, переносили лагерную ситуацию, конечно, крайне болезненно, но в духовном смысле она действовала на них менее деструктивно, даже при их мягком характере. Потому что им-то и было более доступно возвращение из этой ужасной реальности в мир духовной свободы и внутреннего богатства. Именно этим и только этим можно объяснить тот факт, что люди хрупкого сложения подчас лучше противостояли лагерной действительности, чем внешне сильные и крепкие. После освобождения люди разучились радоваться. Оказывается, этому еще предстояло учиться. Тот, кто не верит в будущее, в свое будущее, тот в лагере погиб. Он лишается духовной опоры, он позволяет себе опуститься внутренне, а этому душевному упадку сопутствует телесный. Дух упрямь вопреки страданиям, которые может испытывать тело, вопреки разладу, который может испытывать душа. Самая тяжелая ситуация как раз и дает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой. Никто не вправе вершить бесправие, даже тот, кто от бесправия пострадал, и пострадал очень жестоко. Духовная свобода человека, которую у него нельзя отнять до последнего вздоха, дает ему возможность до последнего же вздоха наполнять свою жизнь смыслом. Ваушвитца заключенный, находящийся еще в состоянии первичного шока, совсем не боится смерти. Даже газовая камера уже через несколько дней не вызывает у него страха. В его глазах это просто нечто, что избавляет от заботы о самоубийстве. Чем меньше любовь сосредоточивается на телесном естестве человека, тем глубже она проникает в его духовную суть. Богу, если он есть, важнее, хороший ли вы человек, чем то верите вы в него или нет. В аномальной ситуации именно аномальная реакция становится нормальной. Юмор тоже оружие души в борьбе за самосохранение. Счастье это когда худшее обошло стороной. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Счастье – Счастья — Продолжение следует...